На каком основании снимает руководителя Татарстанского регионального отделения молодой гвардии и ставит человека, который не проживает в республике Татарстан, который не владеет информацией работы в нашем регионе? Мы требуем объяснений, и почему вы навязываете нам вашу политику? Мы требуем комментарии о том, что вынесен вопрос о моем досрочном сложении полномочий с должности куратора при вулканского федерального округа и с должности руководителя молодой гвардии в республике Татарстан с пометкой в связи с сложившейся ситуацией в регионе. Никаких дополнительных комментариев я, к сожалению, не получила. Сегодня прислали официальный документ, где руководителем в Татарстане временно исполняющей обязанности назначена Ирина Непочатов. Это специалист центрального штаба, который вел работу и собирал документы, которые мы им отправляли. Я позвонила и только уточнила, нужно ли мне дальше продолжать получать какие-то отчеты задачи. Мне сказали, что я полностью осуждена в внимаемых должностях. Правда, что это уже решение окончательно, оно никак не может изъявлено, но голосование может изъявлено еще раз. То есть там, я так понимаю, система такая, что просто бронюс и приняли решение в каком там... В Координационном совете, да. Вчера голосовал Координационный совет. Координационный совет — это 15 человек. 14 из них проголосовали за это решение. Один воздержался, это была я. Вот, пожалуй, мне больше здесь нечего сказать. Как дальше будут разворачиваться события, но я думаю, вы будете узнавать из социальных сетей, с моей страницы, я ничего не скрываю. Я все новости сразу выкладываю. А как реагируют рядовые члены движения? Рядовые члены движения, точно так же, как и я, пока не верят даже во все, что происходит. Я в организации 2006 года, в 2002 с большим отрывом, тайным голосованием выиграла и заняла должность руководителя. И всегда Татарстанское региональное отделение было в лидирующих позициях. В декабре за высокие результаты меня съездом организации я была избрана на должность куратора Приволжского федерального округа. И за последнее время я уже объездила более половины регионов, а это 14. И там есть положительный опыт, например, Кировская область, где с 12-го не велась работа никакая. Шла полностью положительная динамика. И вот с такой глупой формулировкой в один день меня сняли и стоит работать. То есть нападение на активиста стало причиной, получается? Мне сложно здесь комментировать. Конкретно эту фразу мне никто не говорил. Продолжение следует...